Украинцы сделали невозможное реальным. Изобретатели из Киева создали беспроводное дистанционное подзарядное устройство для мобильных телефонов, планшетов и ноутбуков. Пользоваться им смогут даже в офисах несколько человек одновременно. Устройство сможет охватить несколько сотен квадратных метров. Какое отличие и преимущество изобретению украинских ученых и уже существующую QR-зарядки, расскажет наш корреспондент Ксения Кадышкина. Умное устройство, которое работает дистанционно и само контролирует уровень заряда батареи телефона. Пока скептики говорят, что это невозможно, украинские изобретатели доказывают обратное. Всегда, когда выходит какая-то новая технология, всегда есть ряд скептиков, которые говорят, что это вредно, нереально, но люди идут до конца. И доказывают, выходит потом, что они ошибались, эти скептики. Украинцы решили придумать дистанционное устройство с контролем уровня заряда батареи, так как сами часто сталкивались с проблемой разряженного телефона. Наш партнер Лешик Савицкий приехал к нам в очередной раз. И в аэропорту получилось так, что у него еще была одна встреча, и у него телефон сел. И мы просто не могли найтись. И потом просто так вот было бы классно. Над дистанционной зарядкой для телефона киевская команда энтузиастов работала 4 года. Параллельно еще несколько сотрудников компании в Польше, Узбекистане и Германии. Первые полгода были такие, жесткие, потому что это тесты, еще раз тесты, но без результатов. Но мы не сдавались и шли дальше, дальше и дальше. До того, чтобы прийти к первым результатам, мы провели больше тысячи тестов. Неудачных. На тот момент уже существовала беспроводная зарядка, так называемое QI-устройство. Но оно непрактичное, говорят изобретатели. На сегодняшний день, если вы пользуетесь простой зарядкой, у вас есть зарядка и шнур. Для так называемой беспроводной зарядки вы должны носить с собой еще вот такую площадку. И еще, соответственно, приемник, который, соответственно, должен быть подключен к телефону. Беспроводные устройства QI имеют недостаток. Пока телефон заряжается, им нельзя пользоваться. В таком случае обычная шнуровая зарядка практичнее. Украинцы решили эту проблему. Заряжать телефон можно в радиусе минимум 10 метров. Для этого нужна база и специальное приложение в телефоне. Берем телефон и сейчас. Есть наша базовая станция. Мы ее включаем. Вы можете в ручном режиме настроить диапазон, в котором будет работать беспроводная зарядка. Например, вы можете выставить 28% заряда телефона. Если заряд телефона будет уменьшаться, то система будет автоматически включаться и заряжать ваш телефон, например, до 100%. Мощность заряда, которая необходима телефону, может быть опасной для здоровья. Но украинские разработчики нашли частоту, которая не вредит организму. Планы у украинских разработчиков наполеоновские. Сейчас идут переговоры с потенциальными инвесторами. В 2019 году их дистанционное устройство выйдет на мировой рынок. Пока в виде базы и специального чехла для зарядки. В будущем разработчики сделают его максимально компактным. Приемник вмонтируют в сам телефон.